В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в Чебоксарах благоустроены 11 территорий. В этом году предстоит привести в порядок сквер возле ДК «Салют» и дубовую рощу. На это выделено около 175 миллионов рублей. Открытое голосование проходит заранее, и чебоксарцы уже определились с объектами на 22 и 23 годы. Дорожки плохие идут на коляске. Раньше с малышом, когда мы гуляли, просто невозможно было проехать. Вот это вот все. Первоначально, как положили асфальт, больше его здесь не меняли. Дырка на дырке и отсутствие современных, а главное, безопасных игровых площадок в детском парке по улице Ивана Франко беспокоят всех жителей. Этот единственный на всю округу парк сохранился еще с советских времен, когда здесь строили городок текстильщиков. С течением времени здесь выросли новостройки, а вот на открытом пространстве почти ничего не изменилось. Что-нибудь крытое бы сделать или площадочку какую-нибудь. У меня еще есть старший сын, которому кроме футбола здесь больше нечем поиграться. Небезопасно они здесь скачут, бегают. Сейчас построили дома. Когда все собираются, одни качели и очередь такая большая на эти качели. Жители этого микрорайона и других активно голосовали за благоустройство своих территорий. Схема уже известна. Подача заявки, согласование, дизайн проекта, принятие работ и даже контроль за состоянием территории уже после завершения ремонтных работ. Отслеживается каждый этап. Чтобы у каждого жителя страны была возможность влиять на развитие городской среды. Для этого Министром России разработана интернет-платформа для всероссийского голосования. Так, с 26 апреля по 30 мая на всероссийской платформе будет проходить рейтинговое голосование. Жители города Чебоксары будут участвовать в голосовании по выбору дизайн-проекта этих общественных территорий. Помимо детского парка на улице Ивана Франко реконструкции подлежат парк культуры и отдыха в Дубовой роще по улице Ашмарина, сквер-площадь республики. Планируется приступить к первому этапу благоустройства рощи Гузовского и школьного бульвара. Публичные обсуждения, встречи жителей и архитекторов-дизайнеров уже доказали свою эффективность. Мы благоустраивали территорию Московской набережной, некоторых общественных пространств, территорию Красной площади. И во всех этих работах по разработке концепции проекта изначально принимала участие Марш-лаборатория, то есть Московская архитектурная школа. Их специалисты будут руководить этой работой. Чтобы в следующем году начать работы на выбранных объектах, надо завершить проектирование до августа этого года. Только тогда объекты включат программу «Комфортная городская среда». Наталья Мальчикова, Дмитрий Салманов, Республика.